здравствуйте мои дорогие друзья вот буквально два-три дня назад мы вернулись домой с нашего путешествия решил небольшой видосик записать такой так сказать подведение итогов этого путешествия ну значит проехали мы по одометру на машине чуть больше 4000 километров за все наше путешествие вот по навигатору там поменьше получается когда сегодня смотрел просто мы в магазины ездили видимо вот эти поиски озер в общем на доме 34 с копейками намотали количество бензина которое ушло за время путешествия сейчас озвучу это значит машиной конкретно вот машины и ожог 315 литров бензина это включая прогрев машина там и так далее и 180 литров бензина у меня ушло на генератор лодочный мотор примус в общем вот такие дела хозяйственный генератор до основном лодочный мотор сам лодочный мотор конечно значит автомобиль 315 литров на все остальное еще 180 литров дороге у нас в основном большинство частью были грунтовые ездить приходилось медленно по асфальту я так посмотрел ну где-то 6 копейками она кушает на 100 километров а так что еще хотел отметить что машина в общем-то ни разу меня не подвела ну не считаю то что там колодки прикипели на керете это я сам там тоже оставил ее на на неделю неделю стояла на ручнике после того как я проехал по луже там по большой и так далее ну ладно два часа повозился там устранил эту неисправность а так тю тю фу доволен машина не подвела кто-то может скажет вот как на таком ведре да я в жизни сяду и так далее а я могу отметить то что вообще вот это лето 22 года это было самое лучшее лето в моей жизни ни один летний день не прошел мимо меня не пропал где-то у работодателя какой-то ерунде там еще чего-то лето мимо меня не прошло оно было шикарным самым лучшим моей жизни и рыба да у нас клевала и вообще все здорово было ну к сожалению лето заканчивается впереди зима ну как я уже раньше и говорил планов я никогда далеких не строю живу сегодняшним днем неизвестно да придет ли завтрашний день то или нет вот такие планы от лета до лета сейчас работу надо искать какую-то на зиму может кто-то из моих зрителей что-то мне сможет посоветовать санкт-петербурге какую-нибудь работенку но скажу честно я только вот до лета летом я уволюсь летом лета я работодателю не отдам никогда летом для меня вся жизнь а после этого лета я ощутил такой кайф я не знаю как вот передать это такое вот счастье энергии набрался но здорово в общем доволен как доволен всем в общем все здорово сейчас вкратце вот заставки с телефона маршрута покажу так сказать в конце этого ролика как мы там перемещались и так далее ну ладно всего доброго до свидания и так сначала мы значит поехали на озеро пизма музерского района республики карелия это 800 километров от санкт-петербурга там и прожили неделю потом мы значит переместились на озеро керет лоуского района республики карелия где также прожили неделю потом еще 170 километров также по лоуского району до озера пяв озеро где мы прожили три недели потом 360 километров мы проехали на озеро имандра мурманскую область где прожили недельку затем 200 километров мы проехали на озеро верхняя нильм озеро лоуского района республики карелия но останавливаться там не стали поехали на озеро закурьярви это колевальский район республики карелия 390 километров там и прожили две недели и потом поехали на озеро лекс озеро мой зерского района республики карелия 230 километров где прожили три дня по моему после лекс озеро также 230 километров у нас получилось заездом мой зерский магазин и на озеро гимальская где мы прожили три недели после гимальского озера мы отправились на озеро сякс-ярви 370 километров где прожили сколько там и не 5 наверное и потом уже вернулись домой пятьсот десять километров как то так